Русские новости Русские новости Русские новости В Конституции однозначно сказано, что сверх двух сроков подряд президентом быть невозможно Ну а вот эти люди, которые решили обмануть всю страну, прекрасно знают, что они ее обманывают Они сказали, что если два срока подряд нельзя, то не подряд можно Это ложь, конечно Тогда в Конституции было бы написано, что можно три и более раз избираться президентом, если только не подряд В Конституции есть совершенно четко выраженная норма Сверх двух раз подряд нельзя Вот и все Но Путин избрался президентом в третий раз и будет избираться в четвертый Если надо будет ему в пятый раз, когда ему будет уже сильно за 70 лет, то и в пятый раз будут его избирать Предел ставит только его физическое существование и физическое существование России Катастрофа, которую Путин нам подготовил, и это было целью его деятельности, я абсолютно убежден То, что считается успехом, я считаю, успехом не России, а успехом грабительской группировки Вот все успехи, это вот туда списываются А у России при правлении Путина, как управление Ельца, не было никаких успехов ни в одной области Это я готов доказать С кем бы мне не пришлось бы спорить В любой области сплошная катастрофа Сплошное стремление той группировки, которая грабит страну К уничтожению основ существования русского народа и российской государственности От государственности не осталось уже практически ничего И сейчас мы пожинаем плоды своего равнодушия Фактически русские являются безгосударственным народом Ну, примерно как палестинцы Только палестинцы борются за свою государственность И небезуспешно борются Конечно, проливают реки крови своей и чужой Сейчас уже в меньшей степени, но всплески активности бывают И я думаю, что неоднократно еще они будут происходить А русские за свою страну, за свой народ кровь не проливают И ничего не делают вообще То есть даже не поддерживают то русское движение Которое в крайне чахло, в зачаточном состоянии находится Не поддерживают ничем, ни словом, ни делом Ни финансовой поддержкой, которую каждый мог бы оказать Мы практически не видим этой поддержки За исключением буквально единичных каких-то перечислений Которые делаются вот для того, чтобы я мог как-то через русские новости Поддержать партию Великая Россия Русский национальный фронт Куда мы тоже вносим свою лепту Когда необходимо что-то, какие-то затраты совместные понести Поддержки мы не видим Массовой поддержки нет Массовая поддержка у нас только расчленителей России Халуйская поддержка рабов Которые готовы своему начальнику услужить Обслужить его во всех видах, во всех позах Это, конечно, катастрофическое положение Прежде всего самосознания русского народа И когда смотришь, что пишут люди в социальных сетях То видишь, что катастрофа постигла русские мозги до такой степени Что они уже совершенно ничего не воспринимают И ничего не соображают Какого-то консолидированного и просто внятного мнения не существует Существует поток клеветы, ругательств, оскорблений и всяких прочих мерзостей Поэтому один из рецептов формирования просто русского человека Это чистить вокруг себя пространство Если вы находитесь в социальных сетях То вы должны сразу убирать в черные списки За любое поползновение к тому, что я вот сейчас описал Ругательство, клевета, оскорбление Оскорбление русской истории Оскорбление русского народа Переход на сторону врага Оправдание гитлеризма Оправдание вот этого Жидобандеровщины, как сами они себя называют Все это прямой повод для того, чтобы прекратить общение в социальной сети с человеком навсегда Когда вы лично общаетесь, вы многое можете простить, оправдать, можете поспорить Здесь вы должны действовать однозначно Только появились малейшие признаки русофобии Все, долой Этих людей в вашем кругу общения быть не должно Спорить можно только со своими С чужими надо прекращать общение Русский национальный фронт начал борьбу за русское национальное телевидение Понятно, что это борьба с ныне действующей властью Для того, чтобы появились русские средства массовой информации Нынешняя власть должна быть уничтожена Какими средствами? Обращаясь к этой власти, мы обращаемся в том числе и к людям Которые окружают нас, которые слушают нас Которые способны хоть что-то понимать Вменяемых осталось, ну можно сказать, вокруг каждого из нас По пальцам перечесть Очень мало просто элементарно вменяемых людей У которых работает рассудок Которые не ищут повода, чтобы нагадить А ищут повода, чтобы понять, взаимодействовать Составить какую-то общность Вот мы обращаемся в Министерство массовых коммуникаций Однажды уже обратились, пришел ответ ни о чем Где слово русский просто не употребляется Мы говорим о русском телевидении Нам говорят, что государство не вмешивается в политику вещательных компаний Это, конечно, абсолютная ложь Поэтому следующее обращение с копией к президенту Путину Его мы называем в обращении президентом Хотя не считаем его легитимным правителем Это самозванец Тем не менее, мы в эту среду бросаем такой вот меченый атом Мы смотрим, что, куда этот меченый атом придет И от какого чиновника, и какую лживую аргументацию мы получим В том числе и тестируя этого чиновника Ну, с Путина-то все ясно Это враг России, враг русских, нет сомнений Ну, есть и другие чиновники, которые тоже должны расчехлиться Вот мы их расчехляем Отправляем еще одно письмо в Министерство связи и массовых коммуникаций Ваш ответ такой-то от 24 января 2017 года На наше обращение о создании федерального канала русского национального телевидения Получен и проанализирован В тексте вашего письма странным образом обойден конкретно поставленный нами вопрос О дискриминации русского народа в части представления его интересов И проблем в медийном пространстве России Ваши ссылки на закон о СМИ, свободе СМИ и запрете цензуры Прописанные в Конституции, по нашему мнению Не смогут служить вам достаточным основанием для игнорирования поставленного вопроса Мы не хотели бы сейчас обсуждать закон о СМИ, фактически утверждающий коммерческую природу всех федеральных СМИ Выдачу лицензий и функционирование их в зависимости от частных капиталов Мы в своих требованиях ставим вопрос о перераспределении немалых бюджетных средств 73 миллиарда рублей в год, выделяемых вашему ведомству А возможно и выделение специальных целевых средств для удовлетворения запросов титульной нации, то есть русских Хотя бы на уровне других народов, в том числе малых народов Ну а все народы Российской Федерации, за исключением русских, по сравнению с русскими, являются малыми Разумеется, такой подход более чем скромен, но и он не удовлетворяется Подтверждая факт, вызывающий национальные несправедливости, направленные против русского народа Создающего львиную долю российского бюджета Судя по тону вашего письма, вы не считаете наши требования социально значимыми Соответствующими приоритетам долгосрочного развития государства и общества В то же время к качеству телевидения практически всех каналов федерального значения У большей части населения есть существенные, общеизвестные претензии На перечни которых останавливаться не будем, вы их сами знаете Отметим лишь два специфических момента идеологии вашего ведомства Чрезмерная ориентация вещания на запросы зрителей в ущерб информационной достоверности Нравственности и традициям народа Стремление увеличить долю рекламы, более 45% в том числе в детских передачах Что касается вашего заявления о том, что с помощью телевидения Никакого формирования общественного мнения не происходит То для этого самое мягкое определение – лукавство Ну а прямо надо было бы сказать – вранье, ложь СМИ давно уже не четвертая власть является гарантом защищенности первой власти То есть власти исполнительной, которая должна быть подчинена законодательной, а та интересам народа Естественно, что вся эта иерархия полностью разрушена Есть узурпаторы, захватившие власть, которые называют себя исполнительной властью одной из ветвей Таких ветвей у нас нет, у нас пока есть только одна власть – власть самозванцев Обоюдная зависимость власти и СМИ, очевидно, является неотъемлемой частью олигархического управления Факт отсутствия в среде медиамагнатов и управленцев русских людей Однозначно свидетельствует о том, что интересы русской, титульной нации в медиапространстве Не могут быть представлены во всей полноте Примечательно, что в вашем объемном письме ни разу не использовано слово «русский» Президенту Путину, позиционирующему себя русским и даже русским националистам В который раз представляется возможность доказать свою принадлежность к титульной нации Защитив ее от вопиющего бесправия Ну, конечно, Путин не русский Мы здесь намеренно даем такую подачу в кремлевские кабинеты Может Путин подтвердить, что он русский? Не может, не может Я-то считаю, что он не русский И даже если он принесет какие-то справки о том, что его предки до седьмого колена были только русскими Поверить в это невозможно Его биография подчищена Биография его предков неизвестна Известны самые примитивные сведения о его отце О матери практически ничего неизвестно О его дедах и прадедах тоже ничего неизвестно Я считаю, что он не русский и скрывает свою очевидную для него нерусскость И поэтому он ненавидит русских Потому что он еще и вынужден скрывать свою национальную принадлежность Ну вот, если он назвал себя русским однажды, один раз вообще за весь период своего правления, может быть и за всю жизнь Если он даже один раз так в полушутку назвал для иностранных корреспондентов себя русским националистом Ну пусть попробует ответить Или, конечно, он не будет отвечать Пусть попробуют за него ответить чиновники Ваш окончательный ответ послужит дополнительным материалом к расшифровке посланника Кремля Евгения Федорова Неутомимо обличающего пятую колонну в антинародной деятельности Но не называющего конкретных имен Это намек на то, что тот, кто нам ответит неадекватным образом Или не ответит на эти вопросы Тот, ну как, попадет в этот список пятой колонны Ведет ли его Федоров или ведем ли его мы В общем, это разные списки Федоров в нашем списке присутствует Как среди русофобов, подлецов, самозванцев, узорпаторов Вот, ну, может быть, кто-то не знает Евгения Федорова, если увидит по телевидению Сразу увидит Вот, они считают эти Люди вроде него и его организация Национальное освободительное движение У него называется Сразу определит ли его по лояльности к Путину Он считает себя оппозицией к режиму Потому что требует для Путина особых полномочий Все полномочия у Путина абсолютно все есть Он их перекрывает, как узорпатор Своими произвольными решениями Произвольными решениями Думы И других ведомств при нем Потому что все ведомства просто при нем Отделы такие, через которые он якобы управляет На самом деле грабит просто страну Вот, поэтому Федоров в списке путиноидов Значит, он в списке русофобов Вот мы подписали эту петицию Владимир Филин, Андрей Савельев, Александр Иванов-Сухаревский Николай Куренович, Кирилл Мямлин, Сергей Стефеев Елена Рохлина, Павел Васильев, Валерий Шамиев, Михаил Евдокимов Это все люди, представляющие организации, а не самих себя Русский национальный фронт поддержал инициативу партии Великая Россия Выступить в поддержку финского движения Финского отделения движения Северное движение Сопротивления Эта организация редкая для скандинавских стран Пророссийская, выступающая за дружбу с русским народом И, может быть, за это попавшая в опалу Поводом для преследования этой организации Является факт смерти некоего антифашиста Которого где-то на каком-то митинге толкнули Он через несколько дней умер Не потому что толкнули, а потому что он наркоман Ну вот премьер-министр Финляндии Юха Сипи Решил запретить эту организацию После инцидента, который описывать-то нечего И, естественно, что если умер антифашист То к Северному движению Сопротивления Приписывают якобы какие-то фашистские или там российские взгляды Ну как и в России, все это является клеветой Точно такие же режимы в Европе Если предметно рассмотреть действия против Национально-консервативных, национально-патриотических сил То все они полностью аналогичны тем, которые есть и в Российской Федерации Но Северное движение Сопротивления, которое существует в Норвегии, Швеции, Финляндии Является официально зарегистрированным И в Швеции это движение будет участвовать в выборах в Рейстаг в 2018 году У нас подобного просто даже помыслить невозможно Чтобы русские партии, русские организации участвовали в выборах Нет, нам это запрещено Но репрессии в Европе, несмотря на вот эти свободы, которые там есть Все равно против националистов, против тех, кто выступает против олигархии Против так называемых либеральных ценностей Против общечеловеков Такие же, как в России Ну не такие же интенсивные, но тем не менее существуют Вот мы выступили, направили обращение премьер-министру Финляндии Свидетельствуя глубокое уважение к народу Финляндии и его государственности Мы выразили обеспокоенность свою и своих единомышленников Из русских национальных организаций Политической атмосферы, которая нагнетается в Финляндской республике И напоминает нам ту, в которой, к сожалению, находимся и мы в своей стране Зачастую власть наших стран, следуя не столько закону, сколько своим идеологическим предпочтениям Преследуют представителей организаций, стремящихся отстоять национальный интерес И обеспечить общеевропейские и региональные интересы в рамках международной консолидации Естественно, когда мы говорим о европейских интересах, европейских ценностях Мы, конечно, имеем в виду свое, а не то, что нам либеральные СМИ пытаются вложить в головы Кто понимает, тот понимает, не буду останавливаться на подробностях Речь идет об организации с деятельностью, которой мы отчасти знакомы И пусть наши взгляды не вполне тождественны, но мы видим в данной организации здоровое начало В том числе и в целях разоблачения разного рода исторических мифов и фобий Которые мешают сближению финского и русского народов Мы с тревогой реагируем на преследования, не связанных с правящими кругами Финляндии Сил национального возрождения, которые стремятся к спокойствию и процветанию своего отечества Насколько нам известно, Северное движение сопротивления не совершало каких-либо противоправных действий И осуществляет свое конституционное право, распространяя политические взгляды и суждения Близкие достаточно большому числу финских граждан Репрессии против инакомыслящих, в особенности ориентированных на национальный интерес Является прямым покушением на устои демократического общества Естественно, мы о своем понимании демократии говорим И национальный суверенитет, что противоречит историческим традициям Финляндии Мы надеемся, что Финляндия не пойдет путем авторитарного деспотизма При котором людей будут сажать в лагеря за их политические взгляды А останется открытой для выражения различных мнений И свободной от политического диктата и идеологической унификации Теперь снова вернемся из зарубежья в Россию И приведем некоторые цитаты из интервью известного директора подмосковного совхоза Имени Ленина, к сожалению, сейчас у нас очень много чего остается имени Ленина Может быть появится имени Сталина Потому что правят последующие большевиков, разорители России, врагов русских и традиционных русских ценностей Поэтому и совхоз остался имени Ленина Но Павел Грудинин действует не именем Ленина, он действует именем правды И поэтому рассказал кое-что, что полезно знать всем русским людям В особенности, когда они аргументируют свое неприятие путинского режима И стремление к тому, чтобы этот режим был как можно быстрее уничтожен Иначе будет уничтожена Россия Так вот, тонна настоящего животного жира стоит 300 долларов А тонна пальмового масла 70 долларов Это то пальмовое масло, которое массово стали ввозить в Россию для имитации пищевых продуктов И мы стали его потреблять в огромных количествах Кроме того, в сравнении с пищевым пальмовым маслом, техническое стоит еще дешевле И все это мы стали потреблять Потому что сельхозпроизводители разорили уже дочистые Они просто не могут свести концы с концами И производят хоть что-нибудь А производят они теперь имитаторы, имитаторы пищевых продуктов И поэтому олигархи хлынули в сельское хозяйство И говорят, мы вот стали теперь настоящими производителями Они стали производителями имитационных пищевых продуктов И именно поэтому ввозится в огромное количество пальмовое масло И употребляется при изготовлении пищевых продуктов вместо настоящего животного жира Ситуация ухудшилась, власть ничего не делает, чтобы ее переломить А люди расплачиваются своим здоровьем за такую политику правительства В провинции покупательный спрос упал не в два, а в несколько раз Я еще раз хочу подчеркнуть, что те, кто рассказывает нам басни о каких-то успехах Путина О какой-то там борьбе с кризисом и олигархи Те просто врут Либо они врут от дури, либо от того, что хотят услужить начальству Другого повода просто нет Степень идиотизации российского общества настолько глубока, наверное, как она не была вообще никогда Количество идиотов, которые не понимают, что в стране просто хозяйственная катастрофа Также катастрофически велико Может быть катастрофа именно от этого Потому что люди лишились просто элементарного рассудочного мышления Молока по отчетам Росстата надаивается 30 миллионов тонн в год Но товарность в соотношении проданного к надоенному продукту молока всего 52% Еще раз, 52% То есть половина не перерабатывается, а куда-то пропадает В одной республике несколько лет назад пришел новый президент Они вдруг написали правду На 30% сразу производство молока по отчетам упало То есть статистика, это сплошное вранье Вот канал ОТР, в котором еще немножко хотя бы остаются какие-то зачатки правды Проводят регулярно обследование правдивости статистических отчетов Например, последний, это сколько получают учителя в Российской Федерации Там больше тысячи звонков, где сообщают, сколько реально одна ставка учителя стоит Она стоит 18 тысяч рублей в среднем по стране А в некоторых местах 6-7 тысяч Вот вам ставка учителя, который работает на полную загрузку Естественно, что работают на полторы-две ставки Естественно, в ущерб учебному процессу, в ущерб здоровью В ущерб тем знаниям, которые должны быть переданы подрастающему поколению И не попадают ему в головы Потому что учитель перегружен, вынужден для того, чтобы хоть как-то выживать Вести вдвое больше уроков, чем необходимо это по нормативу А что дает Росстат? А Росстат дает почти вдвое больше Почти вдвое больше То есть вранье тотально Вот все, что вы слышите, любую цифру, которую вы слышите От официальных органов, от официальных лиц Это стопроцентное вранье И надо быть полным идиотом, чтобы верить хоть одному слову этих людей Но идиотов слишком много, и поэтому идиоты правят нами Правят так, что страна разрушается Если умные не придут к власти, а это настоящая революция интеллекта должна быть То Россия распадется у нас на глазах Да мы это и видим уже Ну те, кто способен мыслить, тот это видит Ну а идиотам все равно Они свой дом подожгут и будут плясать вокруг него Радуясь, что праздник наступил и стало светло По яблокам каждый год показывается рост 10% Но ведь был не урожай В отчетах губернаторов, которые стекаются в Росстат, цифры все выше и выше и выше То же самое по картофелю, овощам Если в один прекрасный момент написать правду, то президент Владимир Путин Который, по его словам, доверяет статистике, будет, мягко говоря, разочарован Если сейчас ввести ГОСТы и запретить под страхом тюрьмы продавать продукты, изготовленные по ТУ То полки станут пустыми, а народ с вилами выйдет на улицы Вы представляете, чем нас кормят? Чем нас кормят? Мы вообще производим ничтожно мало продовольствия Урожай зерна ежегодно гуляет около 100 миллионов тонн В одном только американском штате Айова в год в одной кукурузе производится 60 миллионов тонн Плюс 12 миллионов тонн сои и около 10 миллионов тонн пшеницы То есть почти столько же зерна, как вся Россия Маленькая Бавария в год продает продовольствие на 10 миллиардов долларов А вся Россия экспортировала сельхозпродукции и продовольствия на 16 миллиардов долларов Ну в 2014 году на 20 миллиардов В Бразилии экспорт продовольствия имеет 110 миллиардов долларов Почти в 7 раз больше, чем Российская Федерация На поддержку сельхозпроизводителя в бюджете якобы заложено более 230 миллиардов рублей Это поддержка банков, а не людей, работающих в поле и на ферме Ведь большая часть денег уйдет над субсидией по процентной ставке сельхозкредитов Ситуация с ними такова В начале несколько уполномоченных госбанков отбирают потенциальных заемщиков Потом с ними заключается контракт Кстати, это заемщики, все латифундисты, олигархи Потом с ними заключается контракт По которому тот же фермер обязан платить полную ставку кредита Через год-два государство ему возвращает часть денег Когда он уже разорился, тогда возвращать некому Почему государство не может сразу выплатить банкам свои гарантии? Это великая тайна Ну почему? Потому что надо разорить Все мелкие собственники должны разориться А латифундисты должны все скупить Идет весь такой же самый процесс приватизации узкой группы лиц Которые захватывают всю собственность и всю власть в нашей стране Существует так называемая погектарная поддержка В среднем она составляет 500 рублей на гектар Для сравнения в Европе 500 евро Представляет себе разницу То есть мы уже не конкурентоспособны Причем поддержка там идет напрямую Производителю в краничайшие сроки Купил трактор, показал документы В течение нескольких дней на счет приходит 30% от стоимости покупки Также моментально субсидируются и экспортные поставки продовольствия Мы посчитали, что в Европе из 1 евро вложенного в сельское хозяйство 52% возвращается в виде госдотаций Аналогичная ситуация и в США Ну как с ними сравниваться, как с ними конкурировать, как с ними соревноваться Русский сельхозпроизводитель должен быть уничтожен Вот политика Путина Уничтожение всего русского сельского хозяйства И замещение его не русским, а олигархическим В 2008-2009 годах была объявлена госпрограмма закладки садов Люди закупили саженцы, подготовили землю, посадили Вдруг неожиданно грянул кризис и программу свернули Пришлось буквально запахивать саженцы, пока они не выросли в деревья, которые просто так не вырубишь Обещали 4 миллиарда на компенсирование затрат при строительстве ферм Дали 100 миллионов Человек начал строить, взял кредиты, а ему говорят, что денег нет Никто в такой ситуации достраивать не будет Это просто диверсии Просто диверсии, которые исходят лично от Путина и тех негодяев, которые скопились вокруг него А других там просто нет Сплошная негодяйская команда Стратегическое планирование отсутствует как понятие Закон о нем есть, а планирования нет Из-за поборов и тарифов растет себестоимость продукции В Молочном Союзе мы посчитали, что только из-за введения системы Платон А молоко мы возим в машинах свыше 12 тонн Производители потеряли денег больше, чем вся господдержка за год Ввели электронную сертификацию молока в системе Меркурий Плюс 3% к себестоимости Выросли налоги за землю, которые оценивают по неизвестно откуда взятой кадастровой стоимости В Китае электроэнергия уходит по 40 копеек за киловатт Мы платим 5-6 рублей Сколько будет себестоимости наших и китайских огурцов из теплиц? Солярка стоит дороже, чем в США или Германии Себестоимость растет в геометрической прогрессии, а денег у людей на продукты все меньше и меньше Что нужно сделать, чтобы корова меньше ела или больше доилась? Меньше кормить и больше доить тоже делает нынешняя власть со своим сельским хозяйством Вот что пишет Грудинин В небольших городах и деревнях проживает порядка 39 миллионов человек Сколько работает именно в поле, никто не знает Это правительству не интересно Сегодня главная задача переформировать бюджетный налоговый кодекс Чтобы хотя бы половина основных налогов оставалась на территории Село, небольшие города оживут, а центр перестанет разбрасываться деньгами на различные мундиали Стыдно, 50 миллиардов рублей на всю страну на детские сады дали Столько же один стадион стоит Будем требовать индексации пенсии и зарплат бюджетникам Иначе будут есть фальсификат и с голода начнут умирать Ну действительно мы уже подошли к тому, что скоро начнут умирать с голоду Ну жрем-то мы уже всякую дрянь, извините за выражение Мы употребляем внутрь то, что вообще пищей считаться не должно Это политика господина Путина и его халуев Дальше перейдем к перечню массовых репрессий Вот с сайта РОНС Россия освободится нашими силами Раньше это было название организации Русский общенародный союз Теперь вот такое название, поскольку организация запрещена и уничтожена Два ижевца предстанут перед судом по статье 282 За пост ВКонтакте, как считает следствие, один из обвиняемых 30-летний индивидуальный предприниматель разместил на своей странице ВКонтакте Изображения и тексты в следственном комитете считают, что они направлены На возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства По признакам принадлежности к религии Другой обвиняемый, 26-летний охранник одного из ижевских развлекательных заведений Разместил на своей странице музыкальную композицию собственного сочинения Вот за это теперь судят, чем там занимается следственный комитет, ФСБ и так далее Но только не тем, чем должны заниматься За пять картинок дали полтора года исправительных работ Новгородской области, Околовский район Суд признал Николая Ремпеля виновным в возбуждении ненависти, либо вражды Унижении человеческого достоинства Обвиняемый, приговорен к полутора годам исправительных работ С удержанием 10% зарплаты в доход государства Осужденный весной 2016 года создал в сети ВКонтакте Сообщество Академии порядочных националистов Где опубликовал пять изображений А далее цитата в кавычках Дающих положительную оценку агрессивным действиям и убийствам Представителей Северного Кавказа, Средней Азии и евреев Осужден житель Волгограда за видео и аудиозаписи экстремистского содержания Николай Кащеев приговорен к полутора годам лишения свободы условно За размещение на своей странице в соцсети видеороликов и аудиозаписей экстремистского содержания Рок-группу из Архангельска преследуют за песню, написанную почти 20 лет назад Музыканты, участники коллектива «Сердитый дед» Ранее группа называлась «Дорогие россияне» Обвиняются по все той же 282-й статье Поводом для обвинения стал концерт в Архангельском музыкальном клубе «Колесо», который состоялся еще в мае 2016 года Среди прочего репертуара была исполнена написанная в 1998 году песня про «Жида», которая вызвала вопросы у правоохранительных органов Сбором материалов с ноября 2016 года занималась местная ФСБ, ну это, наверное, филиал российского еврейского конгресса После поступления анонимного сообщения об экстремизме Ну, естественно, по чьим же еще сообщениям работать? По анонимным, по анонимам Была проведена лингвистическая экспертиза, известно, кто ее проводит Которая, правда, не нашла в тексте песни пресловутого возбуждения ненависти либо вражды 25 января следователи нагрянули с обыском прямо в квартиры участников рок-группы Вокалист «Сердитого деда» Валерий Великжанин рассказал, что следователь сообщил, что экстремистскую группировку хотели брать прямо в новогоднюю ночь Но это не вызвало энтузиазма у личного состава Мы отыграли в колесе самый обычный концерт и сейчас шокированный происшедшим рассказал Валерий Работники ФСБ с понятыми обыскивали мою квартиру, жилплощадь менеджера группы и автора песни Они пришли в 6 утра. Все происшедшее фиксировала видеокамера. Как говорится, расследование продолжается, но пока наша вина ничем не подтверждена Кроме того, прошли допросы не только участников группы, но и всех имевших отношение к выступлению, например, лидера, игравших тот же вечер, рок-группы Перпета Мобили и даже директора клуба «Колесо» Александра Мезенцева Вот так они преследуют. Нет признаков возбуждения, тем не менее придем и обыщем Разгромим квартиру, устроим маски-шоу и так далее Жители Гороховца обвиняют в возбуждении ненависти к антифашистам Представляете, группа такая есть, оказывается, антифашисты Прокуратурой Гороховецкого района Владимирской области утверждено обвинительное заключение И направлено в Гороховецкий районный суд уголовное дело в отношении местного жителя Михаила Покольчука В ходе проведенной прокуратуры мониторинга сети интернет выявлен фактор распространения экстремистских материалов 23-летний житель города Гороховец в мае 2016 года на странице, принадлежащей ему учетной записью в социальной сети ВКонтакте Разместил видеофайл, который содержит признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения ненависти вражды По признакам принадлежности к группе антифашисты Вы можете себе представить, как группа такая есть Социальная группа? Это социальная группа антифашисты? Вы с ума, что ли, сошли? Кто там вообще работает в прокуратуре? Кто экспертизы делает? Это какие-то просто шизофреники, ей-богу Даже пресловутый информационно-аналитический центр САВА считает обвинения неправомерными Уголовное дело по статье 282 против Гороховчанина возбуждено неправомерно Антифашисты не относятся к уязвимым группам населения, нуждающимся в защите по этой статье Кроме того, мы считаем, что неопределенное понятие социальной группы вообще должно быть исключено из состава антиэкстремистских статей Уголовного кодекса Но по этой статье судят подавляющее большинство русских людей В Орловской области в 2016 году к ответственности привлекли 17 человек за размещение материалов в сети интернет Разжигающих межнациональную ненависть и демонстрацию нацистской символики Об этом рассказал начальник УВД по Орловской области на сессию облсовета 26 января И можно сказать, что подобные случаи происходят повсеместно Под фашистской символикой могут понимать все, что угодно Абсолютно все, что угодно Любой значок, который почему-то вот эти полицаи сочтут схожим Или им так показалось, но наплевать Суды всегда выносят решения по наветам, по доносам вот этой полицейской шайки Которая уже давно перестала служить отечеству, служить закону и быть правоохранительными органами Это такая же шайка банда преступников Полицейские, судейские, прокурорские Преступники, ну просто сплошняком во всех этих так называемых группах Они еще себя социальными считают Это антисоциальные группы Это группы лиц, которые стремятся к максимальному нанесению вреда нашей стране, нашему народу, правоохранительной системе Мы с этим сталкиваемся постоянно Фактуры выше крыши, просто она по давляющему большинству неизвестна Идут сплошные политические репрессии И просто хаотические репрессии Лишь бы отчитаться о борьбе с экстремизмом Сверху Путин и его компания дали задание Снизу отчитываются мы, столько-то экстремистов Вот и некий Юрий Савенков, начальник ОМВД по Орловской области Отчитывается на заседании облсовета, что 17 человек Он незаконно привлек к ответственности по 282 статье Но он-то не говорит незаконно, он считает, что это законно Но мы считаем, что незаконно и что этот Савенков является преступником И будет в первых рядах тех, кого русская власть, конечно, должна осудить за его преступление И разместить в местах не столь отдаленных на вполне приличный срок заключения А вот как действует в отношении своих экстремистов Следствие отпустило под подписку о невыезде бывшего полномочного представителя Президента РФ Сахалинской области Виталия Гулия, обвиняемого в экстремизме За книгу о российских чиновниках Подножие российского Олимпа штрихи к портрету современного чиновника Ему предъявили официальное обвинение по 282 статье за раздел Евреи во власти, он за дел некоторых сенаторов и депутатов Вот так вот, своего под подписку о невыезде А другим реальные сроки, в редких случаях условные сроки ФСБшники оказались ЦРУшниками Целая история, целая группа офицеров ФСБ оказалась сотрудниками ЦРУ Или сотрудничающими с ЦРУ лицами, которые совершили не просто должностное преступление А которые оказались изменниками Родины Впрочем, к этой информации можно отнестись критически Сейчас изменникам Родины могут объявить кого угодно Ровно как в сталинские времена В особенности тех, кто по обязанности должен Родине служить И пытается служить Если служит Родине, то потом оказывается, что Может быть он служил всем иностранным разведкам вместе взятым Поэтому таких людей вполне могли арестовать И в данном случае агентами всех разведок объявили несколько ФСБшников Вот еще одна информация Следственный комитет завершил расследование уголовного дела В отношении лидера Татарского патриотического фронта Патриотического, я скажем так, условно Алтын Урда, то есть Золотая Орда Дениса Сафаргали Он обвиняется по части 1 статьи 282 В возбуждении ненависти либо вражды А равно унижению человеческого достоинства По данным следствия, с марта 2014 по март 2016 Он разместил в социальных сетях сообщение Которое содержит, в кавычках, негативные характеристики группных лиц По социальному признаку Президента Российской Федерации Органов власти Российской Федерации СМИ Это полнейший идиотизм Идиоты борются с идиотами А также оскорбление религиозных чувств верующих православных христиан Негативные установки в адрес отдельных этнических групп евреев русских Сафаргали вменяется распространение ролика Рашистская псевдодуховность РПЦ Действительно, московская патриархия, которая представляет РПЦ Не обладает никакой духовностью И действительно, рашизм Это нечто совершенно противоположное всему русскому Это идеология Кремля Может быть, в такой интерпретации мы бы наоборот Вынесли благодарность господину Сафаргали А вот в интерпретации идиотов Которые у нас сидят в прокуратуре и следственных органов Это все разжигание, конечно То есть изобличение московской патриархии в том, что это вовсе не церковь И к церкви не имеет никакого отношения И к православной вере тоже Скорее, это какая-то фарисейская группировка Карьеристов в рясах не более того Разоблачение такого рода я считаю совершенно правильным И объявление идеологии Путина рашизмом я тоже считаю правильным А вот за демонстрацию нацистской атрибутики Выдается фотография, которая была размещена автором Или пострадавшим от действий идиотов Вот этого Сафаргали Фотография с одной из публичных акций Где написано Путлер Капут Ну и видимо нарисована свастика Осудить вот этого человечка Можно было бы по другим признакам Нам, в общем-то, не должно быть жалко доносчика Сафаргали ранее неоднократно обращался в правоохранительные органы С жалобой на публикации в интернете своих оппонентов В частности, он был инициатором возбуждения дела по 282 статье В отношении казанского активиста движения «Русский альянс» Михаила Шарова И прокурорской проверки статей эксперта Раиса Сулейманова То есть, на самом деле это русофоб Но судят его не за русофобию А за то, что он высказался против, как это сказано Социальные группы, президент, органы власти и СМИ Оказывается, есть такие социальные группы Кто об этом сказал? Кто выдает президента Российской Федерации за целую социальную группу? Кто выдает органы власти Российской Федерации за социальную группу? И СМИ за социальную группу? Ну это какие-то просто выродки Или безумцы, у которых мозги просто набекрень И поскольку все они сошли с ума, все эти правоохранители сошли с ума, то они считают так же, как считают совершенно сумасшедшие и невежественные эксперты. И они вот это все выносят, свой идиотизм они выносят на публику в виде решений судов, в виде постановлений прокуроров и так далее. Вот вся их продукция по 282 статье это просто демонстрация полного безумия и полной несостоятельности, функциональной безграмности. За что, конечно, надо удалять из всех этих органов, если не совершены какие-то более тяжкие преступления, кроме идиотизма. Вот за идиотизм надо, конечно, выносить из правоохранительных органов куда-нибудь подальше. А вот как они относятся к своему варью. Центр управления расследованиями, ЦУР так называемый, обнаружил квартиру площадью почти 3000 квадратных метров в центре Москвы, принадлежащую отцу депутата Андрея Скотча. Всего за 7 лет учредители ТСЖ на Новом Арбате, где живет отец депутата, скупили 17 квартир, которые затем перепроектировали в единую жилую площадь. Потом квартиры были перепроданы Владимиру Скотчу, то есть отцу. Андрей Скотч является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Скотч занимает 18 место в списке богатейших людей России с капиталом 5 миллиардов долларов. Вот такие люди у нас якобы избраны депутатами. Вы их избирали? Но те придурки, которые голосовали за единую Россию, вот они нам навязали вот этих негодяев, которые владеют квартирами и владеют капиталами, которые они безусловно не могли заработать. Ни под каким видом. Только украсть. То есть варьё правит нами, в том числе и в Государственной Думе. Юрий Чайка дал характеристию у главе Роспочты. Назвав наглостью его поступок, чиновник выписал себе премию в 100 миллионов рублей при зарплате в этом федеральном государственном монетарном предприятии в 20 тысяч рублей. 100 миллионов премии при зарплате у сотрудников в 20 тысяч рублей. Ещё в июне журналисты опубликовали расследование, в котором сообщалось о зарубежных активах самого Юрия Чайки и связанных с ним бизнес-партнёров семьи генпрокурора с бандой Цапка и бандой ГТА. Так, по данным СМИ, один из сыновей генпрокурора Артём Чайка является владельцем роскошной виллы в Греции. «Сыновья всего добиваются собственным трудом. Они, ребята, смышлённые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал. Оба сами создали свой бизнес с нуля. И младший и старший», – заявил Чайка в интервью ТАСС. Генпрокурор также сказал, что не считает щекотливой ситуацию, при которой он занимает высокий государственный пост, а его дети занимаются бизнесом. Можно сказать то же самое. Наглость. Наглость такая же, как и у руководителя Роспочты. Тем не менее, он подтвердил, что его дети имели дело с госзаказами, но назвал сильно завышенными суммы контрактов, о которых писали СМИ. Ни о каких-то 300 миллиардах рублей, о которых писали в 2015 году ведомости, речь не шла. Там и близко нет подобных цифр. Суммы в разы меньше. Ну, 300 миллиардов или 30 миллиардов. Это всё равно колоссальные суммы, которые выделены сыновьям генерального прокурора. Вы считаете, что он в этом не поучаствовал? Я считаю, поучаствовал. Поучаствовал. Своих они не сдают. Информация не вызвала нашего интереса, потому что там не идёт речь о генеральном прокуроре. Там идёт речь о его совершеннолетних сыновьях, которые абсолютно самостоятельно занимаются бизнесом, пояснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Семейный подряд у путинистов это не исключение, а правило. Если ты детей не коррумпировал, то это выглядит подозрительно. Экстремисты сидят в правоохранительных органах, ФСБ, судах. Самые подлые в Кремле. А обычные русские люди подвергаются гонениям за пустяки или просто за то, что они русские. Русофобия – это государственная политика несуществующего государства РФ. Этого государства нет, потому что все его институты переродились и превратились в большой воровской проект. Здесь не служат Родине, а беспрерывно предают её и грабят. Русские должны всё это остановить и вернуть себе собственность и власть. Слава России!